В эфире информационного канала Севастополя новости. В студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте. США ослабили санкции в отношении Крыма для борьбы с пропагандой Кремля. Американское министерство торговли разрешило использование некоторых программных продуктов на полуострове, сообщает агентство Bloomberg. Это значит, что крымчане смогут пользоваться блогами, мессенджерами и социальными сетями, сервисы которых базируются в Америке. США пояснили, это позволит контролировать ход обсуждения местных событий. Кроме того, жители полуострова смогут получать свободный доступ к новостям и прочей информации, а также обсуждать события в сети на фоне доминирования официальных российских СМИ и медиатехнологий, говорят авторы поправок. Напомним, полномасштабные санкции в отношении Крыма США ввели в декабре прошлого года, включая запрет на торговлю и финансовые операции с полуостровом. Позже в Госдепе заявили, ограничительные меры снимут только после возвращения полуострова к Украине. В Севастополе исчезнут прогулочные катера, пишет портал Крымнет. Владельцы маломерных судов не могут получить российские лицензии на морские пассажирские перевозки. Сейчас этот документ имеет только одна компания Севастополя, которая осуществляет паромные перевозки из Эрдбухты на северную сторону. Бизнесмены добиваются упрощения процедур при получении лицензии, которые сейчас остаются весьма непростым и затратным делом. Так, предприятие или предприниматель должны назначить ответственного специалиста за безопасность мореплавания и охрану окружающей среды. Этот человек должен иметь стаж работы не менее пяти лет в качестве капитана или старпома большого корабля, высшее морское образование и удостоверение об окончании курсов повышения квалификации в Севастополе. Следующая аттестация лиц, ответственных за безопасность мореплавания, состоится 15 июля. А саму лицензию можно будет получить через 45 суток после этого. То есть на этот сезон о появлении документов у владельцев лодок придется забыть. Внимание потребителей! Сегодня до 18 часов подача воды не производится в дома по улице Башенная, Кирово, Рубцово, Куприна. Отключения связаны с аварийными работами на сетях городского водопровода, сообщает администрация водоканала. 7 июня в Севастополе отметят День исторического бульвара. В этом году праздник проведут в 26 раз. В программе тематические выставки, концерт творческих коллективов, развлекательные шоу для детей и взрослых, показ документальных фильмов. Накануне 6 числа традиционно по центральному городскому кольцу пройдут участники военно-исторических клубов. Что еще подготовили организаторы, расскажет Анна Брачева. Историческому бульвару в этом году 175. К юбилейной дате сотрудники Музея героической обороны и освобождения Севастополя подготовили специальную выставку. Музей готовит ряд выставок с знаковым таким событием, как 110-летие нашей всемирно известной севастопольской панорамы, которую мы отметили 27-28 мая. 195-летие освоения Антарктиды. У нас имеется специальная музейная комната, посвященная Ивану Дмитриевичу Попанину Севастопольскому Колумбу. Кроме того, выставочный фонд впервые пополнится рисунками воспитанников художественной школы. На протяжении полугода юные севастопольцы посещали исторические объекты, изучали коллекции и архивы музея. Откроют экспозицию 7 июня в 10 утра. А официальное начало праздничной программы запланировано на 11 часов. В это же время начнет работу и город мастеров. Здесь для жителей и гостей Севастополя мастер-классы по гончарному искусству, бисероплетению и шитью кукол. Можно будет подержать в руках оружие того времени, можно будет у пушек постоять, можно будет в форме того времени сфотографироваться, задать вопросы. Реконструкторы с удовольствием на них ответят. Концертно-развлекательная программа с участием ансамбля Черноморского флота и творческих коллективов начнется в 12 часов 30 минут, а уже в 14 все гости праздника смогут свободно посетить панораму и выставочные залы музея. В 15 в кинопавильоне покажут документальный фильм обороны Севастополя. Кроме того, уже во второй раз для всех желающих целый день будут работать интерактивные зоны. Казацкая станица, Наполеоника, ожившая история. А традиционная реконструкция эпизода боя обороны Севастополя 1854-55 годов стартует ровно в полдень. Анна Брачева, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя. Малый театр привез в Севастополь свои лучшие спектакли. Гастроли начались 4 июня с визитной карточки постановки «Горе от ума». 5 числа московские артисты сыграют комедию Островского. На всякого мудреца довольно простоты. А завершится визит спектаклем «Недросль» в понедельник. Организаторы говорят, билеты были раскуплены за два дня, ведь последний раз Малый театр был в Севастополе 117 лет назад, в июне 1898. В этом году труппа смогла приехать благодаря Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России. В наш город прибыли более 100 московских артистов и 4 фуры декораций. Спектакли проходят на сцене Русского драматического театра имени Луначарского. Этот театр по своим размерам повторяет наш театр, который на Ордынке. И потом Севастополь, конечно, особенный город, и мы приехали сюда, ну, как вам сказать, вот все в благостном состоянии, все довольны, все счастливы. Министерство вот этой акции дало возможность прокатить аж от Москвы до Владивостока, многие-многие крупные театры российские. Это очень хорошо. В мире крымских легенд. Сказку-энциклопедию презентовали сегодня в библиотеке имени Гайдара. Издание проиллюстрировано, содержит тематические фотографии. Автор – детская писательница Алена Новикова. На создание произведения ее подтолкнуло увлечение историей родного края. Это моя первая книга, мой дебют. Книга называется «В мире крымских легенд». Она состоит из двух частей. Первая часть – это сказка, в которой события, каждое событие, которое рассказано в этой сказке, либо имело место в Крыму, либо имело место в крымской легенде. Вторая часть книги – это энциклопедия. Она посвящена подробному рассказу о всех тех событиях, местах и растениях, животных, о которых шла речь в сказке. На этом наш выпуск завершен. С вами был Дмитрий Дудко. До встречи в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова